Привет, уважаемые подписчики и те, кто пока еще не подписан. На связи, как всегда, команда MMA Bets. Меня зовут Роман, со мной Андрюха. Здорово, Андрей. Ага, здорово. Ну, мы, в принципе, уже здоровались. Это у нас продолжение. Ну да, мы продолжаем наш подкаст на UFC 225. Уже даны все коэффициенты. И, собственно, закончим то, что начали. Ранние прилимы. Майк Сантьяго, Дэн Иге. Ну, здесь парни с Дана Вайт Контендер Серии, собственно. И оба себя в UFC уже постарались проявить, насколько у них это получилось. Собственно, Дэн Иге достаточно хорошо выступил на Дана Вайт Контендер Серии. И весьма неплохого бойца победил. Луиса Гомеса с Адмишином. Но вот в дебюте у него не сложилось. Он проиграл Хулио Арсе. Иге по базе является джитсером. Ну и, собственно, Арсе достаточно уверенно разобрался с ним. Ну, вообще, как бы Хулио Арсе, опять же, мы уже на прошлом турнире поняли, что весьма и весьма неплохой боец, очень расчетливый. Вот, но в любом случае, собственно, большая часть побед у Иги как раз с Адмишинами одержана. Ну, а что касается Майка Сантьяго, у него тоже в UFC далеко не все гладко складывается, потому что после того, как он победил, ну, весьма ярко нокаутом на Дана Вайт Контендер Серии, он уже провел два боя в UFC, встретился с забитым Магомед Шариповым и, ну, сопротивлялся как мог, да, прямо скажем, но все-таки не получилось, был задушен во втором раунде. И в январе этого года провел бой против Меца Бурнелла. Собственно, ну, ничего ему, можно сказать, не смог противопоставить. Бурнелл выиграл единогласным решением, но, опять же, Бурнелл себя достаточно хорошо показал в прошлом бою, поэтому здесь, ну, достаточно спорно. И коэффициенты именно это и отражают. Дэн Иги 1.71, Сантьяго 2.2, то есть, ну, достаточно близко. Хотя стоит учитывать, что, допустим, вот Сантьяго, он вообще открылся за 2.8. То есть, ну, затем вот такая произошла просадка и коэффициенты, можно сказать, сравнялись. Вообще, что думаешь по бою, Андрюх? Ну, я думаю то, что, в принципе, это оправдано, поскольку оба парня еще себя проявить по-настоящему не успели и выставлять какого-то из них явным фаворитом, это, по моему мнению, это ошибка. И мне лично здесь Сантьяго больше нравится. Как бы он мне видится более разноплановым бойцом, более разносторонним, он побольше, чем Иги. И, в принципе, его поражение Магомед Шарипову и Бурнеллу я бы не стал ему записывать в такую вот уж прям негатив, потому что забит, как мы видели, это один из, наверное, главных проспектов в этом весе. И Бурнелл в бою с Алином показал то, что на самом деле он очень хороший боец и ни в коем случае нельзя его списывать со счетов. И я думаю, что в этом бою зарешает как раз разносторонность Майка Сантьяго, который сможет справиться с тейкдаунами своего оппонента и в стойке навязать свою волю и перебить его, доведя до судейских записок этот бой. Ну, да, я, знаешь, я, если честно, здесь тоже к Майку Сантьяго скорее склоняюсь. Несмотря на то, что он проиграл, да, два боя, но, в принципе, достаточно все равно он показал нормальные, не знаю, по моему мнению, выступления. Ну, повторюсь, старался он, конечно, как мог, но соперники все-таки были прям такие очень и очень серьезные реально. Ну, это показательный момент на самом деле, то, что несмотря на полный проигрыш по скиллам с забитым и, в принципе, то, что он не справился с давлением Барнелло, он пытался до конца вырывать победу, не сдавался, и это однозначно характеризует его с лучшей стороны как бойца. Да, согласен. Ну, собственно, и, опять же, учитывая вот это, да, то, что мы сказали, учитывая коэффициенты, ну, Сантьяго, в принципе, можно рассматривать для ставки, по моему мнению. Так, ну что, давай тогда следующий бой у нас. Да. Клей Гуида, Чарльз Оливейра. Здесь у нас произошла замена, Клей Гуида должен был встречаться с Бобби Грином, Грин получил травму, к сожалению. На замену вышел Чарльз Оливейра. Ну, этого бойца, я думаю, прекрасно все знают. Насколько я вообще так отслеживаю, то очень многие его не любят. Но, в любом случае, боец весьма и весьма скилловый, по моему мнению, весьма неплохой вообще в принципе. А в последнее время, конечно, ну, не самый лучший этап его карьера, скажем, идет. Потому что, ну, вот где-то с 15-го года у него уж такое чередование идет, побед, поражений. Но здесь стоит учесть, что у Оливейра за это время были, ну, прямо-таки топовые соперники. Вот. Он проиграл Максу Холлову, ну, там была травма, там, в принципе, боя не было. То есть, ну, непонятная вообще такая ситуация. Энтони Петису проиграл, показав хороший бой. Рикардо Ламасу проиграл, опять же, показав очень хороший бой. И в крайнем бою проиграл Полу Фелдеру. Ну, две победы, которые он за это время добыл, естественно, сам Мишином, потому что в джиу-джитсу он просто прекрасно разбирается. Это был Майл Джури и Уилл Брукс. Обоих он задушил. Ну, в любом случае, здесь стоит, как бы, учитывать то, что короткое уведомление. Клей Гуида же 36-летний ветеран, который уже просто все повидал на своем веку. Ну, вот, сейчас идет на стрики из двух побед подряд. Будучи андердогом, сумел обсетнуть Эрика Коха и сумел нокаутировать очень быстро Джо Лоузена. Ну, в любом случае, мы знаем, что Гуида уже попадался на сабмишин и попадался далеко не один раз. Собственно, здесь, возможно, учитывая это, букмекеры выставляли коэффициенты, потому что Оливейро, несмотря на короткое уведомление, уже третий раз повторяю, он идет фаворитом за 1,65, а Клей Гуида 2,35. Андрюх, что думаешь, здесь коэффициенты оправданы вот такие? Вот на самом деле, когда анонсировали этот бой, я прям ждал, что выставят Чарльза Оливейро таким небольшим андердогом. Ну, примерно как эти коэффициенты, только наоборот. И, в принципе, рассматривал как неплохого андердога, шансами его победить, вот как раз за счет того момента, который ты описал выше по поводу Гуиды, то, что он любитель позалазить в сабмишин. И, в принципе, такие у него тейкдауны достаточно опасные для себя самого. Он как бы пытается зрелищно их проводить, чтобы так эффектно пиздануть соперника в канвас, но при этом отдает шею и создает для себя опасные ситуации. Вот, я думаю, у Оливейро по-прежнему хорошие шансы забрать этот бой тем же способом, создавая опасные элементы для своего соперника. И, в принципе, я думаю, то, что если Гуида будет бороться, у него не так много шансов забрать этот бой. С другой стороны, в стойке я думаю, то, что он может быть опасен, потому что, пусть он не обладает особо техничным боксом, но достаточно быстро, может сильно ударить. Но при этом Оливейро неплохо работает джебом. И, как ты сказал, хоть он проигрывает последние свои бои, но при этом это соперники были весьма-весьма топовые. И в боях своих он бьется опять же до последнего. Ну, в общем, для меня здесь, конечно, есть некоторый диссонанс из-за того, что коэффициенты не сильно оправдали мои ожидания. Но, тем не менее, я все равно отдам предпочтение Оливейре. И, может быть, и когда выставят роспись, рассмотрю какую-нибудь такую ставку, вроде победы Оливейра с Абмишина под малый процент. Ну, как-то так. Ну, да, конечно, здесь победа Оливейра с Абмишином, мне кажется, вполне разумная будет ставка. Вот. Ну, вообще, по моему мнению, здесь, собственно, коэффициенты выставлены полностью, как они и должны быть. Я бы не сказал, что какие-то завышенные, заниженные. Но я полагаю, что Оливейра все-таки лучше. И, мне кажется, что именно он здесь одержит победу. Ну, ты знаешь, да, в принципе, полностью с тобой согласен. Но коэффициенты, конечно, было бы неплохо, если бы их местами поменяли, чтобы вообще заебись делать. Ну, ладно, двигаемся дальше. Ага.